Эй, всем привет, друзья, с вами снова я, Скрипер, и в новом цикле видеороликов я вам расскажу о 120 интереснейших фактах о Майнкрафте. Заинтересован? Тогда лепи лайк и погнали! Ну что ж, друзья, о сегодняшнем первом видеоролике по этой тематике я вам расскажу о 30 интересных фактах о Майнкрафте. Ну что ж, друзья, давайте начнем с первого интересного факта. Сейчас наступила ночь, давайте, пожалуй, нескольких эндерменов с вами заспавним, после чего начнем в них стрелять с луков. Как вы можете видеть, они уворачиваются от стрел, и в эндермена при помощи лука попасть совершенно невозможно. А знаете что? Вот эта ведьма меня заразила спидами, и я хочу от них излечиться. Что я для этого делаю? Я просто беру молочко, выпиваю его, и после чего я избавляюсь от всех эффектов. А вы знали о том, что если песок душ разместить поверх льда, и затем пройтись по нему, то мы будем замедляться еще в два раза быстрее, чем если бы мы просто шли по песку душ? Знаете что? Сегодня вот этому лучнику придет конец, потому что он обижал криперов. Давайте же подлетим к лаве, после чего начнем стрелять через лаву. И как вы видите, стрелы поджигаются, а вместе с ними и наша цель умирает. Ночной мрак, полчища злых эндерменов, и от всех них меня может защитить тыковка. Как видите, теперь они меня принимают за своего. Поскольку яйцо эндердракона обладает точно такими же свойствами, что и песок, то получить мы его сможем, уронив, к примеру, на факел. А вы знали о том, что слизни всегда прыгают по прямой линии, и совершенно не умеют плавать? Если ТНТ взорвется в аичке, то оно сразу же уничтожит абсолютно всех окружающих мобов. Но при этом оно не убьет окружающие постройки. Ну что ж, друзья, сейчас мы с вами будем доить самую настоящую корову-мухомора в Майнкрафте. Для этого нам понадобится, во-первых, мисочка, но, во-вторых, подойти к ней и кликнуть правой кнопкой мыши. После этого мы получим тушеные грибки, которые с вами сможем съесть. Если под блоком песка или гравия стоит факел, то после уничтожения вот этих блоков, они будут выбиваться. Ох, как сегодня сильно погода испортилась. Давайте, пожалуй, порыбачим. А вы знали о том, что в дождливую погоду рыба ловится гораздо лучше? Если по льду будет течь вода, и мы бросим предмет, то предмет будет двигаться невероятно быстро. Нажимные плиты преграждают прохождение лавы и воды. Так, хэгэшеры, а вы знали, что через сундуки и таблички нельзя увидеть ник игрока? Из эндермена, которого убивает голем, всегда выпадает жемчужина эндера. Эй, как там на днище? Знали ли вы о том, что вы можете под водой ловить рыбу? Вот-вот-вот теперь знайте, что адский заборчик и обычный конфликтуют и не соединяются. Как бы сильно вы не старались, но обсидиан, либо же админиум при помощи поршней вы никогда в жизни не сдвинете. Полезный факт в выживании. Здоровье не восстанавливается, если сытость меньше, чем на 79%. Если на сундучке у тебя сидит довольный и прирученный кот, то сундук ты уже открыть не сможешь. Как войти в инвиз в Майнкрафте, чтобы вот эти мобы меня не палили? Для этого вам нужна следующая конструкция, будь то блоки стекла, либо же паутина. Итак, ребята, смотрите. Выходим, они начинают нас атаковать и становимся сюда, и уже они нас не видят. Знаете ли, сейчас факт, который я сам недавно узнал. При помощи кактуса мы можем уничтожать предметы. Идущий дождь с небольшим шансом может заполнить котел. Хе-хе-хе, нашего креперочка замуровала в паутину, теперь он меня не видит и, соответственно, не взрывается. Че, тоже застрял? Во время роста саженцы уничтожают стекло на своем пути, поэтому имейте в виду. В хорошей, тепленько освещенной комнате, когда на улице день, паук на нас совершенно не нападает. Если, так сказать, поджечь коровятинку, либо же свинятинку, то из них будет выпадать жареное мясо. А сейчас факт про адского слизня. Спавним его на большой высоте. Как видите, он упал и совершенно не получил никакого урона. Некоторое время назад, то есть в старых версиях Майнкрафта, спрута можно было подоить. А вы знали о том, что ТНТ своим взрывом уничтожает ровно 70% окружающей среды? Ну что ж, друзья, на этом все. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить этому видеоролику большие пальцы вверх. Также в комментариях оценивать этот видеоролик, ну и писать какие-нибудь свои факты. Возможно, твой попадет в следующий выпуск. Ну а с вами был я, Скрипер. Всем удачи и всем пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok